Мотор идет? Так случилось, что мне довелось прожить в Сирии, проработать в нашем посольстве около 7 лет. Это было на рубеже 80-х и 90-х годов. И как специалист, в свое время защищавшийся по политической культуре, менталитету и способам управления партией БААС, партией арабского социалистического возрождения, в Сирии и РАК, а это две партии, которые представляют два крыла некогда единой общоарабской организации, у меня возникло ощущение, что нам не договаривают правду, что нам представляют неполную картину, что нам пытаются, знаете, бывает из мухи делают слона, а тут из слона делают муху. И ИГИЛ это нечто большее, чем просто шайка разбойников, бандитов и террористов, которые отрезают головы, насилуют, грабят, сжигают, создают невольничные рынки и так далее. Это что-то большее. Вот об этом хотелось бы и поговорить. Во-первых, ИГИЛ обращается с очень серьезным социальным импульсом в те слои арабских стран, и не только арабских стран, которые считаются обездоленными, малоимущими и бедными. Это важнейший момент, который упускают современные СМИ, к сожалению, в том числе и российские. ИГИЛ — это, если хотите, новая политическая альтернатива. Это государство такого необольшевистского типа, обращающееся с идеей к народу, с идеей социальной справедливости, с идеей борьбы с преступностью, с идеей преодоления тех социальных язв и пороков, которые проникли в мусульманский мир, прежде всего, со стороны Запада. С идеей заботы о бедных и развития нового государства, причем государства не просто в какой-то малой части арабского мира, а огромного большого халифата. Халифата, который воссоздаст арабское величие, золотой век арабской нации. Само понятие уммы, как арабской нации, оно возникло еще в баасизме, когда партия Баас проразгласила свой лозунг еще в 60-х, даже в 50-х годах «Арабская нация едина, ее миссия бессмертна» «Умма арабии вахида, затори саля халида». Это идея, идея собирания арабов после того, как они были искусственно расколоты, разобщены еще на рубеже 20-х годов прошлого столетия в результате соглашения, так называемого Сайкс-Пико, потом второй раз после Второй мировой войны, когда был передел территории Османской империи и когда буквально линейками были расчерчены границы современных арабских государств. Эта идея собирания арабского мира невероятно привлекательна не только для бедных, но и для богатых, для политических элит арабского мира. Огромный величественный халифат, который будет простираться от Каспия, от Казахстана, захватывая всю Среднюю Азию, захватывая, естественно, Афганистан, Пакистан и, может быть, даже Индию вплоть до Китая и до современной Европы через посредства тех беженцев, которые сейчас уже там осели и тех мигрантов, которые ранее там поселились. Эти идеи очень привлекательны. Еще один момент. Сильно недооценивается пропагандистско-агитационная роль халифата в лице ИГИЛ. Дело в том, что ИГИЛ возглавляют бывшие офицеры партийной разведки БААС. Люди высоко квалифицированы. Очень многие закончили генеральный штаб Советской армии еще при Советском Союзе. Люди, превосходно ориентирующие и в современных интернет-технологиях, и в создании высокоэффективных конспирологических сетей, когда арабский халифат, ИГИЛ, когда он входит на новые территории, например, когда он будет осваивать нашу Среднюю Азию, во-первых, они обратятся к 95% населения сразу, неимущим, недовольным, необеспеченным, и получат немедленный социальный отклик. Во-вторых, они не должны забрасывать эти территории деньгами, как это делает Запад. Они найдут там адептов, эти адепты сами создадут конспирологические структуры, конспиративные структуры, и в результате определенного мониторинга, определенной поэтапности, так сказать, эшелонированности этого наступления, ИГИЛ подготовит, взрыхлит себе почву социального недовольства. И дальше уже будет создавать свои конспирологические структуры. Бесполезно бить по осам из дробовика. Бесполезно. Не поймаешь, не перестреляешь и не попадешь. И в этом смысле бомбить ИГИЛ, это все равно, что, знаете, как в «Звездных войнах», пытаться эту темную планету, планету абсолютного зла, бомбить ядерными ракетами. От этого она только увеличивается. То же самое ИГИЛ. Даже если его удастся вытеснить из Сирии, его конспиративные структуры, его многоуровневая система, при которой есть, как и в БААС, и в Сирии, и в Ираке, и в Ираке, даже когда партия была правящей в этих странах, у нее были глубоко законспирированные, зашифрованные, закодированные партийные структуры, о которых никто никогда не знал. И вот эту же систему они транслировали с 2011 года на все структуры ИГИЛ. Вот эти структуры, они практически неуязвимы для бомбовых ударов. Даже серьезные поражения на фронте все равно позволят им сохранить множество центров управления, центров координации, центров политико-дипломатических усилий, центров финансового снабжения. Кстати говоря, ИГИЛ сейчас, по данным 2015 года, имеет бюджет около 2 миллиардов. И этот бюджет финансируется, кстати, не за счет в основном нефти, каких-то продажи артефактов культурных, сворованных из тех и других стран Ближнего Востока и так далее. Или даже налогов нет. Основной источник — это спонсорские деньги от крупных арабских шейхов, от элит, от арабских стран, которые симпатизируют идеям ИГИЛ. И в этом смысле мы имеем дело с верхушкой айсберга. Нам показывают только малую часть айсберга. Нам не показывают всю эту гигантскую эшелонированную структуру, которая имеет огромный тонус внутренний, огромные возможности развития и распространения на широчайшее пространство современного мира, которые порождают эти пространства. Несправедливость, невежество, угнетение, насилие, лжеценности и так далее. Вот в чем проблема ИГИЛ. ИГИЛ — это альтернативный политический и социальный проект. Если мы этого не поймем своевременно, если Россия не начнет готовиться встретить его в штыки, но встретить его опять-таки не бомбами и пулями, а встретить его альтернативным по отношению уже к нему, духовно-светским, православным, чего сейчас нет и в помине, я считаю, новым социальным проектом. Проектом, если хотите, последнего православного царства, где будет реализована давнейшие места мечта русского народа о справедливости, о красоте, о гармонии, об уничтожении коррупции, об уничтожении всякого рода всевластия богатых. Вот это все нам предстоит возродить, все это нам предстоит отстроить, иначе торфяной пожар, который пройдет через Кавказ и Среднюю Азию, может зажечь и даже центральные районы России. Приведу маленький пример. Недавно мне рассказали. Один человек, наш общий знакомый в Истре, в городе Истра, нанял шестерых человек, из которых четверо были представителями узбекской национальности. И произошел какой-то мелкий конфликт, они ему сказали, знаешь, ты здесь уже не хозяин, это наша земля. Ему пришлось идти в дом за дробовиком и просто буквально высадить их оттуда, устрашать выстрелами в воздух, в почву перед ногами и так далее. Это уже здесь, мы должны это понимать. И ответ на вызов ИГИЛ, хочу начать с чего начал, кончить с чем начал, ответ должен быть адекватным. Если мы имеем дело со слоном, нам надо встроить другого слона, более сильного слона. Если мы имеем дело с социальным и политическим проектом, нам надо строить свой социальный и политический проект, а не плестись дохлой лошаденкой позади западного обоза, пытаясь имитировать западное благополучие, что у нас получается все хуже и хуже, возрождая колоссальные социальные разрывы, противоречия и антагонизмы, на почве которых прекрасно научился действовать ИГИЛ. ИГИЛ.